физкульт привет друзья и ученики сегодня начинаем серию уроков о позировании в бикини но общая информация будет полезна всем людям желающим начать выступать в любой соревновательной категории от бикини до бодибилдинга и даже тем кто о сцене даже не мечтает часть 1 называется она магия позирования в процессе подготовки к соревнованиям фитнес-бикини огромную роль наряду с регулярными тренировками и правильным питанием играет отработка поз для непосредственно самих соревнований но перед тем как начинать говорить о позировании давайте затронем вопросы которые крайне важны для любого соревнующегося спортсмена психологические аспекты борьбы на сцене одинаковы для представителей всех категорий именно поэтому как бы качественно вы не подготовились к соревнованиям в плане тренинга с железом и четко спланированного плана питания если вы не будете готовы отстоять свое место на сцене когда вход пойдут все спортивные и далеко не спортивные хитрости и уловки вы просто не сможете показать плоды своей тяжелой работы а случится может многое от блокирования вас на сцене вашими соперницами в момент общего раунда сравнения до воровства туфель и купальника бывают случаи когда вас могут и подтолкнуть слегка и даже жестко ударить локтем ко всем таким грязным приемом вы должны быть готовы и заранее настроены психологически крайне важно отрабатывать позирование не только дома но и в людных местах ибо если вы будете скованы и стеснительны в рамках спортзала то на сцене вас просто задавит психологически и все выступление будет выглядеть жалко и нелепо нам же крайне важно показать себя с другой стороны двигаться из позиции в позицию торжественно величественно как кошка как в танце порхать подобно птицы на сценой именно по этой причине старайтесь отрабатывать свое позирование в людных местах к примеру в том же спортзале где вы тренируетесь также будет полезно сходить для этого и в другие залы вашего города или района как это ни странно звучит но до сих пор нет четких критериях в судейство не то что в мировом фитнес-бикини но даже в рамках одной страны области а зачастую и города постоянно вносятся изменения в купальники туфли за которыми необходимо следить чтобы не пролететь мимо соревнований которым вы готовитесь из-за такой нелепости для этого изучайте официальные сайты той федерации в рамках которой собираетесь выступать на сцене отлично если в вашем городе есть судья который всегда в курсе всех тонкостей и мелочей с таким человеком или даже не одним стоит познакомиться подружиться или хотя бы просто проконсультироваться за пару месяцев до соревнований советы от такого человека никогда не будут лишними особенно если это судья еще и будет вашим тренером что далеко не редкость в мировой практике на что следует обратить особое внимание это на свой внешний вид и общее впечатление в целом от вашего образа начиная от макияжа прически и качество волос кожи до цвета купальника украшений и туфель обязательно опробуйте грим в котором собираетесь выступать заранее чтобы он не сыграл с вами злую шутку виде аллергии или просто раздражение на коже и не перечеркнул все то время которое вы готовились к своим соревнованиям целиком и полностью отдаваясь на тренировках на кухне и во время ночного сна вы должны чувствовать себя на сцене королевой чтобы все от зрителей на задних рядах до судей прочувствовали это на уровне инстинкта с первого вашего шага на сцену ваша уверенность в себе должна внушать уважение к вам на уровне подсознания вы как королева амазонок должны быть величественны сексуальны в каждом своем движении в каждом взгляде на судей зрителей и это должно читаться даже через объектив телекамеры тому зрителю который будет наблюдать за вами сидя перед экраном телевизора у себя дома на диване естественно что все это возможно только через тяжелый труд и постоянную практику ежедневно по нескольку раз в день вы должны отрабатывать свои движения и тренировать взгляд воительницы соблазнительницы перед зеркалом отлично помогает нарабатывать все эти качества простой прием снимайте себя на камеру каждый раз когда отрабатываете позирование а затем просматривайте его вместе с тренером или даже самостоятельно или в кругу семьи и смотря на себя со стороны вы будете видеть ваши успехи и недочеты где вы уже достигли совершенства а где нужно еще поработать помимо всего вышеперечисленного данная техника со временем позволит выработать у вас внутренний взор на самого себя и когда вы будете выходить на сцену вы будете как бы видеть себя со стороны я практикую ее со своими учениками которых тренируют дистанционно что позволяет улучшить технику любого самого сложного упражнения и советую этот метод всем кто не имеет возможности оплачивать персонального тренера наставника сегодня в сети очень много видео с грамотной и идеальной техникой что в позировании то и в любом упражнении от гантелей до самого сложного тренажера любой интересующийся нашим любимым движением может на взгляд определить технику так почему не стать тренером самому себе это интересно и познавательно а зачастую гораздо эффективнее и экономичнее чем нанимать непонятно кого себе в помощь да и сотрудничество с самим собой всегда только в плюс вспомните того же великого дориана ядца который за всю историю за всю свою карьеру ни разу не имел тренера и смог шесть раз покорить сцену олимпии правда он такой в мире единственный несмотря на то что у нас больше четырех месяцев до старта первых соревнований для тани и жанны мы уже начали практиковать их позирование пригласив одних из лучших специалистов в области позирования и соревнования моих друзей шэнди и джанет а также вернувшиеся в нашу команду из калифорнии машу мартынову таких разных и тем не менее успешных про спортсменок фитнес-бикини запомните что то как вы сами себя воспринимаете и ощущаете точно также на вас смотрят и другие люди чувствуют вас я скажу больше сам мир смотрит на нас нашими же глазами наш мир это отражение нашего внутреннего состояния поэтому с позитивными людьми так приятно общаться люди делятся на два типа пчел и мух одни всегда видят вокруг себя только солнце и цветы другие же с нами знаете что я предпочитаю общаться только с пчелами и сам постоянно работаю над тем чтобы видеть во всем только солнце и позитив надеюсь я донес до вас важность чувствовать себя победителем еще до начала самих соревнований во время соревнований и тогда по окончании соревнований именно вы получите кубок победителя как только вас увидят на сцене и судьи и зрители ни у кого кто бы на вас не бросил взгляд не должно возникнуть и тени сомнения кто победит сегодня вечером любой судья должен понять что борьба сегодня будет только за места начиная со второго так как первое место он уже сам хочет отдать только вам и никому другому вот это искусство которое вы обязаны освоить и овладеть им в любой ситуации не только мы говорим сейчас о сцене и о соревнованиях об этом не раз говорил арнольд шварценеггер и много других самых известных спортсменов и актеров и просто успешных людей в любой сфере жизнедеятельности вспомните как много спортсменов и актеров вы знаете или видели за свою жизнь но в памяти тех кто оставил на вас неизгладимое впечатление единице и каждый из них сейчас раз два три вспомните как много спортсменов и актеров вы знаете или видели за всю свою жизнь но в памяти тех кто оставил на вас неизгладимое впечатление единицы и каждый из них зачастую не обладая выдающимися внешними данными, обладает такой внутренней красотой и харизмой, что просто притягивает к себе на уровне магического магнетизма. Точно так же и вы должны притягивать все взгляды, как мужчин, так и женщин, только к своей персоне, своей внутренней красотой, которая будет сглаживать все ваши возможные видимые и не очень слабые стороны и места. Чудо, если у вас таких нет. Я сравниваю позирование фитнес-бикини с танцем, но не тем танцем, который можно увидеть где-либо, а с танцем магическим, танцем тотемным, который практиковали племена и народы до Колумбовской Америки. К слову, все движения современных танцев взяты у этих народов, если кто не в курсе. Что я имею в виду, говоря о тотемном танце. Если кому не интересно, просто пропустите эту информацию, перемотайте дальше. Но на мой взгляд, он самый важный и определяющий. У каждого из нас есть тотемное животное, которое является по сути нами. У каждого из нас есть своя песня тотемная, внутренняя. Все это духовные практики, с помощью которых вы можете узнать, какое именно животное является для нас, вас тотемным и услышать вашу внутреннюю песню. Так вот, если во время позирования на сцене, во время соревнований или дома во время тренировки, вы будете представлять себя вашим тотемным животным и двигаться под вашу внутреннюю песню, это будет настоящим магическим актом, от которого никто не сможет отвести взгляд и который покорит любого на вас смотрящего. Все, о чем я поведал вам выше, позволит при желании и практике любой девушки, даже не с идеальными пропорциями, уверенно побеждать тех, кто является счастливой обладательницей генетически идеальных форм, но пуст внутри. На сцене при позировании главными или основными в фитнес-бикини являются всего две позиции, лицом к судьям и спиной. Также будут рассматриваться и позиции к каждым бокам, но на них не такое пристальное внимание судей. Многие девушки, отрабатывая свое паразирование, обращают внимание только на основные позиции, совершенно не задумываясь, что общее впечатление остается как раз таки от того, как вы проходите в каждую из позиций. Насколько это плавно, легко и изящно вам дается. Почему я сравниваю позирование в бикини с магическим танцем? Если вы внимательно посмотрите, изучите позирование на уровне Олимпии и каких-нибудь городских соревнований, вы обратите внимание на то, сколь различен будет стиль позирования у девушек. На высоком уровне все отработано и отточено на уровне инстинктов. Каждое движение является максимально возможно минимальным. Вдумайтесь в это высказывание, и оно поможет вам с первых ваших шагов на сцене выглядеть как супер профессионал. Это значит, что при смене позиции вы совершаете ровно столько движений руками и ногами, сколько необходимо для смены одной позиции на другую. При этом, повторюсь, это должно быть максимально изящно и сексуально, при минимуме движений. Что мы видим на практике у неопытных, а часто и опытных девушек? Невообразимое количество движений руками, как будто кружева в воздухе выписывают, и постоянное переступание с ноги на ногу. Все это настолько сглаживает позитивное впечатление даже от самой идеальной фигуры, что вас могут задвинуть на несколько мест ниже. Того, которого вы заслуживаете своей фигурой, своей работой, своим трудом. Не забывайте, что фитнес-бикини это полностью субъективный спорт. Скорее даже конкурс красоты. И побеждает не та, кто супер покажет свои сильные стороны, а та, кто умудрится не проявить свои недостатки и слабые стороны, слабые места. Как только выступили на сцену, ваш взгляд всегда должен быть направлен на судей и иногда на зрителей. Бросайте его в зрительский зал. У вас всего примерно секунд 20 на индивидуальное позирование. И за эти секунды вы должны встретиться взглядом с каждым из судей и покорить его, очаровать, влюбить в себя, вне зависимости от пола судьи, будь это мужчина или женщина. Судья должен полюбить вас, проникнуться вашим магнетизмом. Естественно, всегда и постоянно вы должны улыбаться. Над улыбкой, как и над взглядом, необходимо работать перед зеркалом. Чтобы постоянно держать всю ситуацию зрителей и главное судей под колпаком своей индивидуальной магии, никогда, ни в коем случае вы не должны опускать взгляд вниз на сцену, либо на свои ноги или туфли. Все это смотрится однозначно, как неуверенность в себе. И мимолетный взгляд вниз может разрушить всю магическую картину волшебства, волшебного таинства вашего позирования, которое мы пытаемся создать. Вот почему так важно постоянно, постоянно, регулярно, ежедневно практиковаться. И если мы никак не можем изменить наши индивидуальные антропометрические характеристики, такие как соотношение длины тела к длине ног, на которые судьи безусловно будут обращать внимание, то на все другое мы можем и должны влиять. Даже не очень тонкую от природы талию при грамотном подходе к тренингу и умелому позированию можно легко скрыть за счет определенных действий и специальных хитростей. Однажды один великий человек сказал, что бодибилдинг это искусство иллюзий. Не забывайте, что категория фитнес-бикини тоже является бодибилдингом. И мы с вами можем и должны на сцене создать, пусть и отчасти иллюзорное, но все же магическое действие, которое со стороны должно выглядеть идеально, вдохновляющим и завораживающим. Несмотря на то, что в фитнес-бикини нам не нужны показывать ширину спины и размах дельт, тренировка данных групп мышц необходима для общего развития и конкретно для визуального эффекта узкой талии. Ведь хорошо проработанные широчайшие мышцы и средняя дельта создают эту самую иллюзию. Особенно, когда ваши бедра также хорошо развиты. Здесь хочу еще раз напомнить о глупых и бесполезных упражнениях, типа боковых наклонов в сторону, стоя или в станке для экстензии спины. Этими упражнениями вы только расширяете себе талию, портя общую картину от своей фигуры. По своей сути и изначальной задумке, фитнес-бикини планировался как конкурс красивых спортивных женских фигур, не перекачанных на фармакологии и не супер сухих, для того, чтобы вернуть популярность женскому тренингу, который был утерян из-за ужасного развития женского бодибилдинга. Заметьте, что именно спортивных фигур, по идее даже не обязательно созданных в френажерном зале. Но сегодня мы снова видим, как фитнес-бикини часто уводит от первоначальной идеи. И на высоком топовом уровне в бикини пришла фармакология. Нам же с вами супер рельеф и четкие видимые кубики пресса на животе ни к чему. Именно поэтому даже упоминать такое слово, как сушка, не нужно. Ибо это не жиросжигание, а предтурнирное выведение воды из организма, которое в бикини не нужно. Для тех, кто хочет подробно узнать, что такое похудение и чем жиросжигание отличается от сушки, советую зайти на мой сайт hmgym.ru, где в одном месте собраны все мои статьи и видеоролики. По ссылкам вы найдете интересующую вас тему или вопрос. Как мы видим, нам нужен не супер рельеф, а баланс между хорошо тренированным телом и женской привлекательностью. Если вы сможете достигнуть этого, то на любых турнирах будете оценены по достоинству. Главное понимать, в фитнес-бикини не важны и даже не нужны четкие, глубоко прорисованные кубики пресса. Как бы это не смотрелось в данной категории, это будет минусом вам, а не плюсом. Мускулатура должна лишь подчеркивать вашу женственность, а не привлекать внимание, как в бодибилдинге. Единственные места, которые будут смотреться выигрышно и добавлять вам плюсов в общую копилку баллов, это четкое разделение ягодиц от бицепса бедра одной горизонтальной линии, что смотрится просто впечатляюще. И все судьи обращают на это свое внимание. А второе, это разделение бицепса бедра одной вертикальной линией от квадрицепса. Бицепс бедра должен быть максимально развит для обоих вышеперечисленных случаев. Во-первых, идеальная женская ножка смотрится именно при равномерном развитии бицепса бедра и квадрицепса. А во-вторых, ягодицы при развитом бицепсе бедра очень редко остаются слабыми и маленькими. Запомните, задняя часть бедра должна быть точно такой же по размеру, как и передняя. Походка и осанка – это то, что невозможно переоценить в любом позировании, а в фитнес-бикини особенно. Умение подать себя, мастерски владея собственным телом, без намека на скованность, зажатость, неуверенность – вот на что должны быть направлены все ваши усилия в отработке позирования. Любая погрешность может свести на нет все ваши старания и наработки. Продуманный образ от А до Я, даже при не самых выдающихся данных, может сделать вас чемпионом. Точно так же, как и при идеальной генетике и форме, но небрежном позировании – отдалить от призовых мест. Только цельный образ и впечатление привлекают внимание и оставляют после себя приятное послевкусие. Вот и все на сегодня. Пишите ваши вопросы в комментариях. Я на все стараюсь ответить. А в следующий раз мы раскроем подробнее сами позиции, как принимать их наиболее удобно при различных недостатках фигуры, чтобы исполнить их. А сильные стороны – наоборот. Выставить на всеобщее обозрение. И о многом другом. Если вам понравилась информация, то поделитесь данным видео. Репост – лучшая благодарность. Удачи, друзья, всем! Будьте здоровы и всегда думайте головой, каким бы делом вы не занимались. Субтитры создавал DimaTorzok